короче жопа колеса и тут прислоняются колеса и тут прислоняются тут больше трех тонн попробуем тронется ли хоть она вообще падла никто говорит никто перед рейсиком покушать в кляре вот яичном свинину пожарить красота просто несусветная люблю умею практикую принадлежность к силам зла не исключает возможности любить евгений гузин приветствует вас только вперед какая красота на улице а ребят снежочек солнышко а но милое дело милое дело поработать иначе ребята новый год все запои дед в глубочайшем запои вообще никакущий водитель под капельницы сегодня у него два рейса на москву вот пришлось бесплатно практически бесплатно все поеду но копейки там тысячи может себе возьму чисто так на расходы на еду считай бесплатно еду сейчас поеду в сторожилово грузить буду что-то там под 5 тонн машина греет все работает все нормально настроение у меня хорошее трезвость это лучший залог успеха и избавление от большинства бед живите трезво солнце блин витамином д прям получаю обогащаюсь еду класс вчера навел справки думаю кто же такие хейтеры давай проезжая добрый пишет все время херню и а эти люди которые вы видите вы тоже меня спрашиваете женик откуда они тут пишут они не являются подписчиками но там видно истории в аналитике всех их вообще сообщений но за все время мне что они там пишут комментарии то есть на протяжении нескольких лет нескольких месяцев регулярно и стабильно эти люди заходят и чтобы написать свой высер допустим это представляете насколько у человека нет своих целей нет своих дел и как им до меня почему они это пишут они завидуют может быть я хуже даже их но я делаю то чего у них допустим сделать кишка тонка или не хватает смелости или там чего-то прочего конечно проще выместить свое дерьмо с какого-то закрытого там аккаунта или еще где-то поэтому что они пишут друзья не обращаем внимание они приносят нам тоже копеечку в наш кармашек потому что любой комментарий это активность на канале а значит рост а чем выше рост тем выше реклама вот видите у меня какие шторки здесь есть я тогда как-то задавался вопросом и один человек и написал какой же ты дурак что ты не пользуешься шторками они так очень хорошо помогают я воспользовался шторкой и теперь я еду я не вижу вообще ни хрена блин печка вообще на минималке жарище просто страшное вообще как они офигенно они поменяли радиатор печки ташкент пошел но сейчас наверно отсвечивать не видно новую автономку совершенно новую автономку поставили аэрокомфорт да ребят вы пишете едино фуру идти на фуру идти на фуру а один это написал он никогда не пойдет на форму это хейтер там этот лузер один потому что он слабак я бы сразу меня образ такой возникать того человека он сидит такой на фуру и круглосуточно я силач я силач я смогу моя задача это конечно же не стать силачом а и не работать на фури и не работать на газели моя задача это вообще не работать и получать деньги вот к этому надо стремиться они я силач на фури я сам перебрал движок но дорожка такая я вам скажу гололедица чувствуется тут что-то реверс поставили обычно здесь стоял вот весовой контроль твою мать но я успею это еще моргающий это еще желтый так что и не мандеть но вот все равно да поделиться хочу с вами красотой этой красиво дорога неустойчивая конечно сейчас три тонны мне забабахают надеюсь получше прижмет меня нахер и пойду как ледокол окно вот и вошли мы в старожилово кстати вот тут у них конезавод же да и вот старожиловский брат вы хочу спросить возможно ли здесь купить где-то конские яйца хочется попробовать бараньи бычи мне очень нравится они но они очень полезны а вот коня ве яйца вот я не знаю продаются хотя бы конский хер вот он это просто огроменный кони комплекс не знаю видно коней нет вон они стояли ждут яички свои отдать огроменный кони комплекс вон они кони я лошадей живых люблю конечно я так бы не смог бы но если кто-то уже даст откусанный то я бы продегустировал с удовольствием а у крыльца высоко а встретила я сока короче подъезжаю к загрузке время 12 20 сказали что загрузят очень быстро посмотрим сколько нас будут мурыжки сейчас говорит у нас говорит вообще-то обед я говорю а мне сказали в любое время можно приезжать а кто говорит тебе сказал то я говорю да мудак который меня сюда отправил варит а понятно ему сказали наши мудаки ну короче вроде полужевавшую колдовщица сейчас сказали что сейчас все нормально сейчас загрузим а то я уже хотел звонить цыганам так обходик нужно сделать небольшой на автономку я думаю нам не понадобится поменяли помните дырка была в крыле вот это вот дверью отщелкивается и щемится заменили смотрим капот сделали аккуратненько ну тут все под контрейшн жидкости в норме масло перед выездом проверял в принципе у меня короткий рейс не омывайка вон есть короткий рейс тут особо ничего такого мне не потребует хлоп мало нужен натяжку сильней вот вот сюда все с этой стороны отлично так чисто визуально хорошо что большие баллоны почти 280 литров с двух баллонов выходит пропана и уже она была заправлена мне чисто съездить заправках не морочиться не думать ящик бесит в водке чистенько все сейчас будем мандяре сюда 6 поддонов 3 тонны думаю ставить вот так раз два три четыре пять шесть сейчас посмотрим что получится а вон он я не знаю видно на крыше снег эти осколочки он говорит так вот отлетит догонит тебя и начислить я говорю у меня пистолет есть я говорю у меня один раз отлетел этот хер я говорю дистанцию держи тогда и будет все нормально этот хер ехал жопа к жопе с крыши что-то там отлетела льдинка и ему капот поцарапал он фоткал фоткал ко мне пришел давай девушку пошел нахер горюк чё хочешь фоткой ментам позвонил менты говорят пошел нахер ну и вот до сих пор прошло уже три года и он так и пошел нахер сдержите дистанцию не какой лед если вы будете ехать пятьдесят сто метров как это положено заметьте до вас не долетит куда хуже когда возят щебенку и не накрывают это да она опять же держи дистанцию никакой камень к тебе не прилетит я так сказал а то знаете таких полно догонят начистят я грану ты будешь чистить можешь чистить то или только догнать можешь у кого-то на словах всегда кто-то кого-то когда-то догонит меня не надо искать я вас сам найду короче жопа колеса и тут прислоняются колеса и тут прислоняются тут больше трех тонн больше трех тонн попробуем тронется ли хоть она вообще может тут просто еще такая корявая херня так поэтому кажется чем интересней это опять скажете вот от счет мне позвонили говорят водила под капельницы ехать не может я приехал схватил машину пошел грузиться какие вопросы я вообще не работаю я вообще не шофер блин я вижу не знаю что я тут забыл что я тут делаю ноги моя больше здесь не будет все это капец это конец вот хер его знает и вот как вот ехать может мне кажется груз распределен неплохо но тут вот кочки тут вот как определить ну чё там с колесами я просто не могу подлезть чтобы посмотреть но тут все равно соприкасаются а вот сейчас уже не соприкасаются вот сейчас уже там не соприкасаются тут она еще земля вот хрен поймешь ладно поедем делай что должен и будь что будь что будешь с 15 2 время вроде еду но так шатка валка но мне немного ехать 230 километров показывает езды но мне сейчас через дом потому что принимать будут в домодедово вострякова только завтра после двенадцати вот мне сейчас отсюда ехать четыре часа отсюда до дома мне ехать час минимум больше часа то есть там три это мне завтра вообще часов в девять так вот не спешно вообще еле еле начинать прогревать машину потихонечку приезжать то есть даже такой москва и не москва ну рейс то тяжелый машина тяжелая вся дорогу будем переживать и если повезет то у нас взорвутся колеса с вами так что друзья приятного просмотра какая красота вокруг но начинает уже дарить говорят что все часа 5 арастает не вообще не едет вообще не едет мне кажется там под пять тонн сто процентов то что всегда если пишут там допустим 2 то грузит 2 500 если пишут 3 то грузит 4 800 это так это уж такой закон природы но она вот жми не жми она не бздит ну хотя бы тает и гололед пропадает уже лучше но блин да блин то потихоньку то доедем пожалуйста пожалуйста вельми понежен весьма вам благодарен вежливость лучшего оружия ядового так иван викторович большое спасибо тебе за полторы тысячи рублей с пометочкой на бургер кстати и все вот я вот еще раз говорю что на все воля божья я вот ехал и как раз таки у нас там открылась бургерная иван викторович спасибо тебе за обязательно сейчас за твое здоровье продегустируем бургер если там есть такое мило почему так хочется придумалось с говядинкой и картошечки фри кто-то там не помню говорит о я бы его увидел бы дал бы ему леща но ты готов что тебя будут бить локтями головой коленями вот этими вот руками просто убивать ломать твои скулы нос ты к этому готов то подойди и дай мне леща или ты думаешь ты такой толстенький там весь из себя там какой-нибудь полу пухаечек стоишь да я просто выхлестну выхлестну из тебя все дерьмо если ты только меня тронешь поэтому не трожь меня сука не трожь меня не наводи не доводи до греха просто так подойти и остаться бесследным на чем-то где-то кто-то играться в шутки с тобой никто не будет никто сука играться с тобой не будет падла никто говорю никто блять вообще на самом деле любой любого может вырубить но раз если кто-то кто-то я говорю я самый мирный человек на свете но если кто-то кому-то собирается раздавать по затыльнике то он должен быть готов к сечкам отправиться в нокаут и просто ко всему должен быть готов быть битым кто такие заявления делает я таких заявлений не делаю я вот сейчас за ваше здоровье съем но машинка конечно вот душа в теле вот мы второе кочегарю до 2 и 8 третью включаю она уже практически практически троить начинает это пропан это пропан на метане там давно бы вообще бы все уже полегло бы на панцирь что без десяти три уже на подъезде к окружной рязанской вот куртка чем у меня классная куртка я только сейчас это понял посмотрел тут у меня термометр в ней потому что это бушкрафтерская куртка минус три градуса показывает за бортом будет все течь поэтому думаю не буду отсоединять аккумулятор на ночь ничего ему не будет нет отсоединю сейчас ведь опять какой-нибудь умник по-любому зрячий скажет как же на куртке термометр ведь куртка-то лежит в помещении а он сказал что минус три а видите она возле двери и от помпона утяжки вот эти она прищемлена дверью наружу то есть я могу наблюдать сейчас и что происходит за бортом и что происходит в салоне автомобиля ну и вот друзья и жопа ваша фуристическая жопа которые фуры распоясались он не въехать на загрузку не может а другой не может с выгрузки выехать вот они вам и фуры вот и живи в ней ничего не хочу сказать против пацанов фуристов у меня друзья вот такие фуристы это я говорю тем у которых помело как вафельник свой разевают и типа иди туда иди сюда иди нахуй вон сейчас вдоль обочины вон они стоят стоят вон стоят стоят а смотришь он семенит в холошках в вытянутых коленках блин куртка вся засаленная такая дома не бывает баба раб работает на бабу которая его в хер не ставит и пока он там работает с такой бабой такие как я вот и думай вот и думай блин семенить тебе в холошах с вытянутыми коленками или на газели поэтому это я не про всех фуристов это я про тех которые говорят газелист не человек газелист не водитель газелист говно ну ты то посмотри ты то газелист сидит вот в свитерочке за четыре тысячи рублей а ты блин в вытянутых коленках и в галошах блин у меня ботиночки вот блять три тысячи а у тебя блять галоши за пятьсот рублей блин и ты пишешь газелист не водитель пошел ты нахер газелист водитель сука как бы я ненавидел эти вонючие газели прохвате они просто но я всегда буду на чьей то стороне блин я всегда буду оппозиционером потому что я не люблю когда принижают кого то чего то так же судить кого то там по нации по чем то по по цвету яиц по цвету блин жопы в подворотник блин по вторникам по четвергам какого цвета у него блин румянец на яйце выскакивает нельзя судить так и это вот они газелисты все пересели блин фуристы а на фурах они вон так же носятся так же носятся а ехал бы я на фуре я бы костерил бы и других блин которые говорили что фуристы плохие поэтому ребята давайте жить дружно мы все прежде всего люди мать вашу и не важно какой то специальности дворник ли ты или ты депутат ты можешь быть просто мудак или хороший порядочный человек я так сказал мать вашу кто в курсе что произошло то что стоим есть информация да и хер тогда от этой рации соляру только продавать варьё фига тут смотрите отбойник сделали теперь на метановскую заправку хрен повернешь раньше отсюда заворачивали 2290 вот новый трактор едет белагро группа компании белагро белорусы наверное делают прям нулевые вон эти и посадили дурака сидит курит прокурил пропердел весь салон уже прожег блин пол сиденья но это надо а я не к тому к чему то там плохому сука я вообще блин человек то добрый добрейший не хочу никого там обидеть пердеть то не возбраняется но блин в новом нулевом в салоне курить но это мне кажется прежде всего неуважение к самому себе это вот такой человек и не важно на тракторе вот он едет или посади его на газелиушечку или посади его на фурочку ну бывает вот знаете чушка человек бывает опрят и это не важно где он понимаете вы так понимаете реально вот что я хочу сказать поэтому относитесь к людям уродом как к уродам а не как к газелистам или фуристам вот они что здесь стоянка ламки лямки эти ямки закапывают вот она и пробочка была блин а ямки солидные притом они их выдолбили больше чем они когда тут либо были нормальная тема машинка не тянет но я подобрался в принципе 15 минут 4 сейчас к дому в бургерную в бургерную как обещал вот бургер с картошкой фри я просто 72 рубля в принципе время пол четвертого два с половиной часа до вострюкова это завтра только после двенадцати будут принимать 165 километров до дома дедова вкусно Виктор Степаныч твое здоровье Виктор Степаныч кошелёчком да да пользуюсь вот всё денежки ну немножко влазит у меня же немножко денежек поэтому они влазит ну для карточки тут вот даже мелочушка хремится вообще класс Евгений спасибо тебе большое ссылочка ребят в описании оставлю может кому-то интересно натуральная кожа натуральный шов не нарадуюсь биби красота какая да это зима красивая сказочная сейчас иду думаю ровно а то на бекрин съехал время ещё четырёх нету сейчас наверное приду домой и думаю пельмешек домашних полепить что-то захотелось прям таких с тоненьким тоненьким тестом сейчас зайду возьму миска думаю говядину и свинину свиноговяжий фаршик с тоненьким тестом и прям такие с бульончиком что-то захотелось вечер скоротать так вот в домашнем атмосфере ну уж снимать не буду вы не любите эти кулинарные видео нифига не смотрите поэтому бисер гонять как говорится чисто так для души просто делюсь с вами как с камерой даже не с вами делюсь все с вами делиться вы так зрители без вкуса по большому счету как со своим личным психологом даже смотрите блин без подписки а кто подписан мои друзья они мне в личку пишут кстати друзья поддержите тоже в комментариях а то чё там эти какие-то случайные проходимцы постоянно пишут пишут а вы молчите вам что трудно поддержать меня смотрите обижусь запарю блять запарю